Российская авиагруппировка в Сирии лишила боевиков возможности самостоятельно изготавливать ракеты. Одной из почти полусотни целей, которые поразили наши летчики, стала замаскированная мастерская. Там террористы собирали одноразовые пусковые установки и боеприпасы к ним. На фоне новых успехов военных, неожиданной подвижки и на дипломатическом фронте. Обо всем подробнее Александр Лякин. Маскировка и рассредоточение боеприпасов и горючего — это все, что боевики сегодня могут противопоставить российским авиаударам по инфраструктуре террористов в Сирии. Оружие и боеприпасы распределяются по мелким складам, которые расположены в труднодоступной местности. Поэтому перед каждым бомбометанием российские военные проводят всестороннюю разведку. За прошедшие сутки в результате воздушных ударов уничтожено два командных пункта бандформирования, три склада боеприпасов и вооружения, два подземных бункера, 32 огневых позиций в горно-лесистой местности, девять укрепленных огневых позиций бандформирования. На видеороликах, предоставленных Министерством обороны, показаны результаты нескольких ударов. В частности, уничтожение мастерской по производству минометов и приспособлений для пуска неуправляемых ракет. Вы видите нанесение удара. В результате произошла детонация боеприпасов, что вызвало пожар. В результате объект полностью своего содержимого, как вы видите, уничтожен. 33 боевых вылета, 49 ударов по объектам инфраструктуры боевиков. Таков результат работы российской авиации в Сирии за минувшие сутки. На боевых картах летчиков провинции Алепа, Эдлип, Латаке, Хама, Дамаск. Точное применение российских боевых авиаций в провинции Дамаск привело к принципиальному изменению оперативной обстановки в данном районе. Боевики группировки ИГИЛ, испытывающие острый недостаток в боеприпасах, массово покидают занимаемые позиции. Средствами разведки только за прошедшую ночь зафиксировано оставление позиций и уход в направлении населенного пункта Марш-Султан нескольких крупных отрядов, численностью около 100 боевиков каждый. Между тем, глава администрации президента России Сергей Иванов рассказал, как шла подготовка к операции наших воздушно-космических сил. Как следует из интервью агентству ТАСС, все действия предварительно тщательно просчитывались, обдумывались и согласовывались с верховным главнокомандующим. Окончательное решение было принято 29 сентября на заседании Совета безопасности. Россия вынуждена была вмешаться в сирийский конфликт. Как вы очевидно слышали, в рядах ИГИЛ воюют тысячи выходцев из России и стран СНГ. Прикажете ждать, пока они там потренируются и спокойненько вернутся домой? Сейчас толпы беженцев с Ближнего Востока устремились в страны Южной Европы в надежде транзитом перекочевать в Западную. Вы что думаете, среди них нет так называемых слиперов, спящих агентов и террористов, которые отправляются в Старый Свет, чтобы где-нибудь неприметно устроиться, затаиться и ждать? В назначенный час они выйдут из тени и сыграют хорошо им знакомую роль. Тем временем США откликнулись на призывы России провести переговоры по сирийскому вопросу. Так, госсекретарь Джон Кэрри заявил, что намерен встретиться с представителями властей России, Саудовской Аравии, Турции и Ордании для обсуждения сирийского кризиса. По словам Кэрри, Вашингтон хочет найти политическое решение. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что такая встреча не предполагает переговоров на высшем уровне. А в МИДе подтвердили предложение американской страны и не исключили, что переговоры могут пройти в ближайшее время. Александр Лякин, Лариса Никитина, Руслан Башко, Первый канал.